Приветствую всех на моем канале. Не у каждого, наверное, дома есть микроскоп или камера, которая способна заглядывать в темные углы или видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом свете. А ведь это интересно, это интересно сделать для своих детей, да и для самих себя. Давайте посмотрим, как это просто и, может быть, мои идеи помогут вам. На своем канале я уже показывал видео о возможностях вот этой вот камеры расширенного диапазона. Это интересное видео, можете его посмотреть, а сейчас я коротко продемонстрирую ее возможности. Самая уникальная возможность этой камеры в том, что ее изготовить своими руками очень и очень просто. Смотрите, вот это вот телевизионный пульт. Если на него глядеть даже через камеру, в которой я снимаю видео, мы видим черную заглушку. Но если мы наведем на этот пульт камеру, которая у меня в руках, обратите внимание на экран. Мы заглянули за черную заглушку и видим за ней светодиоды, точнее один инфракрасный диод и еще какие-то детали. То же самое происходит, если мы посмотрим вот на этот телевизионный пульт, на излучающую поверхность. Она тоже становится абсолютно прозрачной и мы видим там инфракрасный диод. Разумеется, разные камеры разбираются по-разному, но суть процесса одна. Мы должны добраться до внутреннего содержимого и обнаружить вот этот вот элемент с маленькой дырочкой. Именно здесь находится матрица, на которую и падает тот самый свет, с помощью которого мы видим изображение на экране. Иногда приходится разбирать камеру полностью, чтобы добраться до маленького вот такого стеклышка. Это фильтр. Это фильтр, который в целой камере фильтрует инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, которое вредит на самом деле кремниевой матрице этой камеры. Но если этот фильтр убрать, хотя мы рискуем испортить камеру, мы получаем камеру расширенного диапазона. Не правда ли просто? Не у каждого из вас дома есть микроскоп или даже большое увеличительное стекло. А иногда надобность в нем велика. Радиолюбители могут пытаться рассматривать вот такие мелкие детали, которые даже вооруженным глазом рассматривать трудно. Ну а дети, они есть дети, они любят под микроскопом рассматривать и бактерии, и песочек, да все что угодно. И это очень интересно и забавно. Как же сделать микроскоп в домашних условиях? Да очень просто. Нам понадобится линза, взять которую можно из старого фотоаппарата, либо такую же я встречал в старой веб-камере. Вот эта линзочка тоже из веб-камеры, а вот эта целая оптическая система от CD-ROOM. Она очень эффективна и я покажу где и как. Чтобы сделать микроскоп, нам нужен смарт или сотовый телефон, тем более, что все вы смотрите видео и он у вас всегда есть под рукой. Кроме того, один из микроскопов я сделал, установив линзу от CD-ROOM на вот таком планшете и у меня получился большой экран. Ну хватит слов, давайте ближе к делу. Чтобы линза располагалась ровненько и ее не надо было держать пальцами, я использую кусок обыкновенной изоленты. Сделав для вот такой вот линзы маску типа а-ля Zorro, я этой изолентой, она не сильно пачкает смарт, просто беру и напротив зрачка фотоаппарата эту линзочку приклеиваю. Это не трудно сделать, если руки свободны. Вот и все, наш микроскоп готов. Активируем фотоаппарат и можем наслаждаться картинкой. Давайте возьмем ту же самую схему, которую трудно разглядеть невооруженным глазом и посмотрим на нее через наш самодельный микроскоп. Посмотрите, какая картинка будет наблюдаться. Кроме того, мы можем картинку эту увеличить, если сделаем увеличение на самом телефоне. Теперь мы можем наблюдать не только мелкие детали, а и пылинки. И даже если там попадутся какие-то животные в виде бактерий, они будут у нас в кадре. Мы можем не просто наблюдать, мы можем еще и снять видео о них. Или же сфотографировать, чтобы потом похвастаться перед друзьями. Посмотрите, как выглядит под самодельным микроскопом кусочек платы от веб-камеры. Мы можем еще сильнее увеличить изображение и рассмотреть самые-самые мелкие детали. Если вам думается, что мы рассматриваем что-то огромное, давайте я покажу, что на самом деле мы смотрим. Вот, мы смотрим уголочек вот этой вот платы. Не правда ли, возможности такого микроскопа весьма обширны? Все просто. Все работает. Сделайте себе и порадуйте своих детей. Ну, а себя поразвлекайте. Вот и все. Те самоделки, о которых я хотел вам рассказать, были прямо перед вами. На этом все. Пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok